Анализ того, кого в мире не устраивает окончание войны в Украине, требует рассмотрения сложного взаимодействия геополитических, экономических и военных интересов различных государств, организаций и групп. Конфликт в Украине, начавшийся с аннексии Крыма России в 2014 году и обострившийся полномасштабным вторжением в 2022 году, стал ключевым фактором, влияющим на глобальные процессы. Рассмотрим те группы, кого может не устраивать окончание войны по политическим, экономическим или стратегическим причинам. Первая группа. Россия в текущем руководстве. Очевидно, что режим Владимира Путина имеет свои мотивы для продолжения войны – политическое выживание. Путин и его окружение видят в войне способ сохранить контроль над властью, подавляя оппозицию и отвлекая население от внутренних проблем. Экономический контроль. Хотя санкции ударили по российской экономике, Кремль использует войну для перераспределения ресурсов и усиления государственной власти над ключевыми секторами экономики. Военная и геополитическая стратегия. Продолжение войны укрепляет образ России как военной державы, готовой к прямому конфликту с Западом. Это служит укреплению влияния в странах, не поддерживающих западные ценности. Вторая группа. Военно-промышленные комплексы некоторых стран США, Россия, Китай и другие. Продолжающийся конфликт стимулирует рост военных заказов, а оборонные компании получают огромные прибыли. В то время как Запад поставляет вооружение Украине, Россия также увеличивает расходы на свою армию. Компании, связанные с оборонным сектором, имеют очевидный финансовый интерес в продолжении конфликта. Третья группа. Некоторые международные политические силы консервативные и националистические силы в разных странах могут поддерживать продолжение войны, поскольку она способствует ослаблению глобалистских тенденций и укреплению национальных государств. Например, крайние правые или популистские движения в Европе могут рассматривать войну как способ ослабить влияние Евросоюза и НАТО. Китай имеет амбивалентное отношение к конфликту. С одной стороны, Пекин призывает к дипломатическому урегулированию, с другой стороны, затяжной конфликт отвлекает внимание США и Европы от азиатского региона и дает Китаю больше времени для реализации собственных геополитических амбиций, в том числе касательно Тайваня. Четвертая группа. Иран. Иран получает определенную выгоду от ослабления международного давления на его ядерную программу и региональные амбиции на Ближнем Востоке. Война отвлекает мировое сообщество и снижает способность западных стран концентрироваться на действиях Тегерана. Пятая группа. Северная Корея видит в продолжающемся конфликте возможность для демонстрации своей поддержки России и для дальнейшего развития собственных военных программ, включая ядерные разработки. Пока внимание мира сосредоточено на Украине, Северная Корея может использовать этот момент для продвижения своих интересов. Шестая группа. Некоторые государства Африки и Азии, антизападные режимы и государства, противостоящие гегемонии США. Эти страны рассматривают конфликт как способ ослабить западные институты и усилить собственные позиции на мировой арене. Примеры таких стран включают Иран, Венесуэлу и частично Сирию, которые напрямую или косвенно заинтересованы в затягивании войны, ослабляющей Запад. Седьмая группа. Экономические игроки, связанные с нефтью и газом. Некоторые компании и страны, экспортирующие нефть и газ, могут получать выгоду от продолжающейся войны, поскольку конфликт влияет на мировые цены на энергоносители. Во время кризиса поставок на фоне санкций против России цены на нефть и газ могут увеличиваться, принося сверхприбыли экспортерам энергоресурсов. Например, Саудовская Аравия и некоторые другие страны ОПЕК получили выгоду от роста цен на нефть. Восьмая группа. Криминальные группы, организованные преступные группировки, могут воспользоваться ситуацией войны для расширения незаконной торговли оружием, людьми и наркотиками. В условиях нестабильности и отсутствия контроля увеличивается их влияние и возможности для нелегальной деятельности. Девятая группа. Радикальные движения и террористические группы, террористические организации и радикальные движения могут видеть в войне способ для дестабилизации региона, а также расширение своего влияния через конфликты. Например, различные экстремистские группы могут использовать хаос и дестабилизацию в своих целях, особенно если внимание мирового сообщества сосредоточено на Украине. Десятая группа. Частично Китай-Китай, хотя и выступает за мирное урегулирование, может видеть выгоду в продолжающемся конфликте. Ослабление России через санкции и изоляцию может позволить Китаю укрепить свои позиции как основного геополитического партнера России. В то же время война отвлекает США и Европу от Азии, давая Китаю больше пространства для реализации своих амбиций. И одиннадцатая группа. Противники укрепления западного влияния. Некоторые силы в мире, особенно страны с авторитарными режимами, могут рассматривать затягивание конфликта как возможность ослабить западные институты и альянсы, такие как НАТО и ЕС. Продолжение войны приводит к расходованию ресурсов Запада и может спровоцировать внутренние кризисы. Вывод «закончить войну в Украине» желают многие страны и международные организации, однако определенные группы и государства могут быть заинтересованы в ее продолжении, исходя из политических, экономических или военных интересов. Хотя многие из них публично поддерживают мирное урегулирование, на практике их действия или бездействия могут способствовать затягиванию конфликта. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайк, если вам было интересно, и обязательно оставляйте свои комментарии. Ваше мнение для нас очень важно. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы вместе обсуждать интересные темы. Спасибо за вашу поддержку.